Пусть нажатие. Вы дает состав, что даже будет числи в судебном избирательстве. Дело будет в случае. Все статьи. Судья Костяна будет теперь заедет Масловик. Вы просто знаете личные специалы отношения к этому в этом году в этом году в проведении процесс. Назовите, пожалуйста, в суд вашу фамилию и имя, отчество. Ведневский Максим Александрович. Число месяц будет вашего рода. 28.07.1981 года. Место рождения. Город Минск, исполняет. Гражданство. Город Минск, исполняет. Ваше образование? Среднее. Семейное отражение? В Chefке Маринке. Появления с ним оборудованиями это номер Din Dore Scotty, чтобы определялся методы в Павлоколе Украины смигластики. Да. Павлоколы в лесу среднего. Где работают, и кем? На вопрос встречается отказываешь на том, что в Pfizer не имеет отношения к прошлому веку. А я вообще уже знаю, что никто не имеет отношения к Vlogger. Где проживаетесь? На вопрос встречается отказыв В связи с отказовым установлением Кирпинга, на судном оглашается разговор по данной части, согласно протоколу административного правонарушения 31 мая 2020 года, место жительства и пребывания в лицо административного процесса указано в городе Минск. Присоединяйте ваши права и обязанности в судебном разбирательстве, введите право на источность правонарушения, которое отменяется вам в дальнем участвовать в рассмотрении дела в исследовании и доказательствах, предоставлять доказательства, давать объяснение, отказаться от дачи объяснений, заявлять, отводить и ходатайство, пользоваться услугами защитника, отказаться после защитника, защищать себя самостоятельно, знакомиться с протоколом административного правонарушения или материалами дела административного правонарушения, делать выписки, снимать копии с дела административного правонарушения. Кроме того, вы имеете право получать только предустановление по делу административного правонарушения, а право предустановление по делу административного правонарушения. Вы обязаны являться по возрасту суда, причиняться закону в распоряжении суда, участвовать в сфере специального действия, в зависимости от того, что я не знаю. Скажите, пожалуйста, вам ваши права и обязанности понятны? На данный момент так. Доверяете ли слушать дела в суду в данном составе? Нет. Какая причина? По причине того, что вы неоднократно затрагнули себя вынесением неправословных политических активированных постановлений в отношении меня и иных политических нацелков. В связи с этим я отказываюсь воспринимать вас как судью и коммуницировать с вами как судью. Доверяете ли разрешение отвода? Спасибо. Продолжение следует. 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 Я прошу сделать перерыв, чтобы ознакомиться, сделать выписки. Поскольку я находился в состоянии задержанного доставлен сюда обнаружен, я не имел возможности не позвать свидетелей со своей стороны, не вызвать какого-то защитника для своей защиты, не ознакомиться с этим отделом, не сделать выписки и тому подобное. В силу того, что у меня отсутствует бумага и ручка, прошу для приспособления, чтобы я мог сделать выписки, предоставить сюда бумагу, ручку для осущения выписки. Я объявляюсь перерыв для ознакомления с материалом. Вы понимаете, что вы на данной стадии кадастров, хотя бы обувь, не перерывали, для ознакомления. Мы постановим заявление о кадастров удовлетворить. Судебным заседанием является перерыв на 15 минут для ознакомления лица, в прошении которого идет в соответствующий процесс, материалный дел, в секретаре, также прошло обеспечить лицо, в прошении которого в соответствующий процесс. У меня есть кадастров, который у вас? Да. В материалах дела имеется такой момент, там скриншот, в качестве доказательства приложенный, сделанный с Ютуба, на котором сотрудники милиции, видимо, опознают меня. Я хочу сказать, что приложенный скриншот и спечатанный с Ютуба не дает полуматы ощущения картины того, что происходит в этот момент на площади. По разным причинам, я их укажу отдельно, когда после исследовательства будут давать пояснения, в том порядке, что решить сложно. Но, в целом, он не дает возможности представить, что там происходит на данный момент. И поэтому я ходатайствую о том, чтобы мы затребовали либо полную, демонстрацию полную видеозапись из Ютуба, который был сделан скриншот, либо иные материалы из СМИ, которые бы осветили хотя бы тот промежуток, который является литингом в материалах, которые написали сотрудники, то есть хотя бы в период с 14-ти, до 15-ти, даже в своих бумагах. Я бы хотел, чтобы мы в Сауде исследовали подобные доказательства. Я еще раз обращаю внимание суда, поскольку я был задержан, находился под стражей, я не имел возможности самостоятельно приготовить эту часть, а милиция, не желал мне в этом помогать, и данного доказательства не предоставили. Я считаю, что отсутствие данного доказательства и сведения всего к одному скриншоту из Ютуба нарушает мое право на защиту, не дает мне должным образом не представлять себя в Сауде, и в связи с этим опять-таки прошу объявить перерыв для того, чтобы мы могли и следовать данное доказательство, либо ту видеозапись, с которой милиция сделала сприншот, либо иные материалы СМИ, я знаю, там была «Свобода», там был «Бориский телеканал БСА», но там эти достаточно материалов, которые могли вас предоставлены для того, чтобы суд, я и все остальные могли убедиться в том, как и что происходит для полноты судебного исследования. Без этого судебные исследования я считаю, не то, и доказательство, в каком периоде, для того, чтобы добывать доказательство соответствующее. Ваше преподавательство принято. Оно вас будет разрешено после исследования судов всех, имеющихся материалов. Ладно, поехали дальше. Не виделись в качестве разрезы. Вообще, пожалуйста, у вас на данной стадии дела, но это нет. Не видите, пожалуйста. Пока. Я согласен давать объяснение, но у меня не только один вопрос как бы не к суду, а такой технический. Обычно судьи спрашивают, все ли согласны с порядком исследования доказательства. Я бы очень просил о другом порядке. Да, да, да. Я бы очень хотел, что мы вначале исследовали, я бы объяснил почему. Письменные материалы дела, потом заслушали свидетелей из милиции, а уже потом дали мне возможность дать прояснение, дабы свидетели из милиции, если у них есть какая-то возможность, может они там с сотрудниками созвонятся, еще как-то, не узнали заранее, что им нужно врать. И каждый суд понимает, что вы согласны давать объяснение, вместе с тем считаете необходимо давать объяснение после исследования всех имеющихся доказательств. Да, и истинные доказательства в целом исследовании до того, как сотрудники придумывают, что они в порядке будут. Судуя из милиции, нужно изменить пояснение доказательств, исследовать истинные доказательства по делу, опросить явившееся судебное заседание свидетелей, опросить лицо отношения, после этого. Суд переходят к исследованию письменных материалов дела. Материал дела содержится в протоколе административного правопорушения ранее судового влашения. Также содержится рапорт, согласно которому лиционерам 11-го года 4-го оперативного дома оборудования исполкованного докладывала, что 31 мая 2020 года было задействовано в заключении общественного порядка на территории совета в районе города Донецка. Примерно в 12 часов на площадке возле Комаровского Олига по улице Верхогрожей 8 в городе Дениске обратил внимание на группу граждан по 300 человек, которые принимали участие в сборе подписей по выдвижению кандидатов президента Республики Беларусь. Около 14 часов по указанному адресу начался митинг, не относящийся к предупрежденных кампаниях по сбору подписи оператив по выдвижению кандидатов президента Республики без соответствующего разрешения Мингосполкома протеста против задержания благословения Сергея Дихаровского и негативного отношения к действующей власти. Среди указанных граждан, как позже выяснилось, находился и гражданин Гринярского Максим Александрович. Указанный гражданин в период времени с 14.00 до 15.20 часов принял участие в указанном митинге, во время которого выкриптал в воздухе под каракан позор. Указанный гражданин благородержек остался в правильной лаборатории Минской гражданин. Также содержится видеозаписи, на котором изображена группа людей, также сотрудник в форуме органов внутренних дел. Один из присутствующих в группе людей граждан обозначен как Винярский. Скажите, пожалуйста, лицо обошения, которое ведется в обеспечении процессов? Технически да, но я обращу ваше внимание, что сзади меня имеется повадка, она, к сожалению, полностью не вошла в кадр в связи с тем, что очень избирательные сотрудники делали скриншот. И на этой палатке будет стоять стенд с портретом и надписью о том, что здесь похожи пикет по сбору подписи Ковалькова и Ольги Александровны. На данном скриншоте этого не видно, поскольку я считаю, что для того, чтобы случайно не было видно, что именно происходит. Я также хотел бы обратить внимание на то, что мы видим на данном скриншоте. Я стою вот примерно в такой позе, вы не будете это отрицать, в маске, вы не слышите. Вот этой рукой я держу колонку звукоусиливающую аппаратуру, вот так вот, вот как сейчас держу вот такой вот здесь. А этой рукой страхую мобильный телефон, находящийся в кармане. согласитесь, несколько очень удивительно, что именно эту часть сотрудники милиции решили, именно если что-то иллюстрировать, что я кричу, позор, и что там еще было, стоп тарака. Поскольку, согласитесь, еще неудобно, лезть в карман, держишь большую колонку, заехать, очень неудобно в это время что-то просто технически кричать. Я не знаю, почему они выбирают для своей иллюстрации именно это. Но, я считаю, что это показывает конъюнктуруность, которая подходила к подготовке материалов, он как ведущий административный процесс. И что он изначально был нацелен на политическую провокацию, политическую репрессию, а не на рассмотрение каких-то реальных материалов дела. Также я бы хотел обратить внимание, что мы там видим человека в камуфляже, как она лежит, это Урбанович Денис Иосифович. С Денисом Иосифовичем вообще все просто. Денису Иосифовичу даже не надо знать адрес, где он находится. Я вам скажу. Денис Иосифович находится здесь, предположительно на втором этаже. Ему сейчас идет административный процесс по сложному делу. Поскольку мы обнаружили его на доказательстве, я, когда вы вызвали Дениса Иосифовича Урбановича в судебное заседание дать пояснение. Он же даже не смотрит фотографии. Как, кстати, Кулаков Леонид Михайлович его товаре ссылался. Он там рядышком седой. Но, в принципе, да, я бы настаивал, чтобы мы вызвали Дениса. Вы слышали, что он может сказать. Он же даже на этой фотографии есть. Значит, он слышал, кричал ли я в это время стоп таракан, кричал ли я, позор. Он же находится, ну простите, уже ближе, чем сотрудник милиции на этой же фотографии. Ваши характеристики уже принято. Вопрос о необходимости в судебном свидании данного свидетельства и разрешение данного характера будет разрешено после исследования имеющихся материалов дела. Ну, что? Я начну. Потом продолжается исследование приказательств по делу. и сделали протокол область лица в отношении на территорию административного протеста. И сделали протокол административного задержания от 31 мая 2020 года, согласно которому гражданин Геннадьки задержан в 19.10, падает свой город Минск, улица Верху уже 8. Основание задержания в честь статьи 20.34, улица Республики Руси административного правонарушения. Дело 11. Выписка из Айс Паспорт в отношении гражданин Геннадьки правонарушения. Дело 12. 18. Выписка из Единого государственного банка данных о правонарушении согласно которому гражданин Геннадьки административного третьем месте, в том числе по ст. 23. 24. также последний раз налагалось взыскание по части 3 ст. 23. 34 18 декабря 2019 2019 года. И также раздел 19 протоков личного обыска задержанного. Исследуем с административного правонарушения. предусмотренного предусмотренного частью 3 ст. 23. 24 кодекса республики административных правонарушений. Зайти суды вашей фамилии и имя точно. 16 1 14 18 День рождения. День рождения. Где проживаете? 19 16 90. Где работаете? Ваши правы Ваши правы Ваши успеховы в вашей семье и в вашем предупреждении полной правде объяснения находил. Предупреждаю вас административной ответственности. Вам это понятно? Да. По предупреждению административной ответственности прошло это ответственность. Скажите, пожалуйста, где вы находились с 1 мая 2020 года? Мы осуществляли охрану общественного порядка на территории Цельского района. А какой период времени? С 12 10 часов до 8 часов. Что происходило? Примерно 12 часов дня на территории Волгановского рынка, где приходилось репетирование, мы обнаружили группу около 300 человек, которая примерно 2 часа дня не остановили двери с плохого по отношению задержания Сергея Цихановского и... В чем выражение скандирования требований отпустить Сергея Цихановского по закреплению лозунгов стоп-таракан, озор. Сколько граждан забрал? По 30. Сколько граждан было? По поколожий отличный человек. А адрес еще покой? Верс Вера Хорошев Скажите, пожалуйста, в данном судебном заседании сегодня присутствует Крестанин Генерского, можете обратиться с вниманием. Данный гражданин на данном сентябре присутствовал? Да. Что он там делал? Примерно во времени 4.27 до 3.00 он вместе с людьми выкрикивал лозунги в поддержку освобождения Крестеновского и лозунги «Позор» и «Долгота». Участие в дневнике принимал? Попробуйте. Участие в дневнике? Скажите, пожалуйста, на каком расстоянии дневного на продвижения? Примерно на метр 20-30. Расстояния вам было достаточно, чтобы услышать прикликновые ударки в эти фицеры? В субъемстве можете сказать, что это было именно в дневнике? Да. Вопросы у вас есть? Конечно, у вас есть. Скажите, пожалуйста, как я выглянул на этот суд? Чёрная куртка, штаны, длинные волосы, выкрикивая лозунги. То есть, как я выглянул, покажите, как я выглянул на моем месте лозунга, что вы меня не увидели. В плане, как ты видишь. Ну, то есть, вот как себя ведёт человек в укрепляющую лозунгу? Ну, покажите, потому что. Не надо выглядело, просто покажите, как вы выглядели на моем месте лозунга, как я выглянул на моем месте лозунга. Финальный вопрос. Вы видели, что выглядело? Да. Вы можете ещё раз дать более подробное описание моей одежды? Конечно, ребят. Был рюкзак за спиной, который потом положил. Были флаги. Когда положил? В какое время примерно? Я не могу вытащить меня. Но во время миссии. Был рюкзак во время миссии, я положил во время миссии. Хорошо, дальше. Как ещё выглядел? Вязаная кофта, чёрные штаны. Ещё что-то было? Не могу вспомнить. Пожалуйста, подумайте, это очень важно. Я не могу. То есть, не можете это очень? Всё, что помню. Прекрасно. Я прошу Сух показать сприншот свидетеля. Я прошу, чтобы свидетеля не отпускали залп. Раз, мой какой-то вопрос? Про сприншот. Да. Он, например, на обозрение свидетелей предоставляет... Я прошу не отпускать свидетеля, потом. Пожалуйста, пожалуйста, ваш вопрос. С первым вопросом, на этом сприншоте есть предмет, который вы не назвали из-за того, что на мне было. Там есть вымамливая медицинская повязка, причём очень большая. Она закрывает от очков до низа подбородка лицов. Это ярко видно на сприншоте, ничего нельзя. Не убавить, не прибавить. Она доходит до ушей, и таким образом, например... Вы её вообще не описываете на мою одежду, а я её не снимал. Так вот, каким образом я мог выкрикивать, а вы видеть и слышать, когда мы находимся, по вашей версии, по вашей норме, 300 человек находятся на маленьком пространстве. Вы находитеся в 30 метрах, люди стоят, ну, достаточно пловы. Люди кричат, действительно, может кто-то что-то громко говорит. Как вы с 30 метров, в толпе 300 человек. Вы не говорите, не называйте в лёте, не называйте, как я выглядываю, то есть не помните про вашу работу, но видели и слышали, что я кричал. У вас совесть, останки есть? Понимаете, да, на вопрос. Так, на первую вопрос ответить, как вы увидите, слышите, что я кричу? Можете ответить, да, да. Как вы здесь сказали, что кричу я, а не Денис, Норя, а не ещё кто-нибудь? По вашим внешним признакам я вижу, что это именно выкрики. Каким? Объясните, по каким признакам? Это же по началу вопроса. По каким признакам вы слышали, что я кричу? Что это я кричу? Как? По волосу и телосложению. По волосу и телосложению, что я кричу? Одежда. То есть волосы, одежда, телосложение – это признак того, что я кричу. Знаете, это вообще-то какая-то ошибка в ней. Как вы поняли, что я кричал? Вы не могли этого видеть. У меня был закрыт плотной повязкой. Мне был закрыт, вот, вы видите, что я его открываю. Не могли. Правильно, если вы понимаете вопрос следующий? Можете ли вы указать, каким образом вы идентифицировали данного гражданина как опубликиющего воздуха? В толпе, да, в толпе, в шуме. Вы можете ответить на этот повязок? Ну, конечно, это же видно по внешним признакам. Даже когда вот я сейчас разговариваю, через повязку я нашли, я разговариваю. И когда человек кричит, это тоже видно даже через повязку. Вы участвовали в моем задержании? Да. Где произошло задержание? Фактически оно проводилось наверх оружия 8, но так как гражданин Генерский заметил, что мы подъехали, начинали выходить, он быстро сел в такси и только при поддержке ГАИ мы снили его задержание. Пример же метров шести стадии. Ну, это уже больше похоже на правду. Подождите, пожалуйста, секундочку. Как вы поняли, что начался пейтинг? Когда люди начали собираться в толпу, не относящихся к пикетированию, и начали репресс-лозунги и пикетирование. Как вы поняли, что толпы не относятся к пикетированию? Они начали собираться в кучу. Там уже были все люди, которые проголосовали. Они собрали в честь от кучу. Там кто-то голосовал? Проводили под сбор подписей. Давайте подпись. Правильно. И как вы отличали людей, стоящих в очереди, и людей, занимающихся техническим обеспечением и сбором подписей, от участников того, что вы назвали везде? Они стояли отдельно под группой, которая стояла в очереди, в отдельном кругу и укрикывались в группу. Покажите, пожалуйста, свидетель, еще раз скриншот. Прошу обратить ваше внимание. Это рядом со мной идет полотнище. Более светлое, более темное. Что это такое? Это попало. Покажите, покажите, свидетель, еще раз, насколько близко я от него стою. Давайте посмотрим. Он не видит скриншот. Вы запомнились? Да. Скажите, насколько близко я стою от этого полотнища? В метрах 30. Суд, пожалуйста, зафиксируйте, что там нет 30 сантиметров, там нет 30 сантиметров на этой фотографии, это обидно. Что свидетель просто врет. Он прорегает с криншот, который готовили его коллеги, иллюстрируя материал. Покажите, мы еще раз скриншотом, он не понимает, наверное, о чем речь. Скриншот на обозрение предоставлялся свидетель. Вы продолжаете предоставлять, что следов 30 метров от Паводда? Свидетель врет, ну, как сильный мир. Обращаю ваше внимание. Хорошо, еще раз. Вы сейчас дали показания. Слушай, вы еще раз дали показания. Вы сказали 14-20-15, правильно? Да. Правильно. Суд, пожалуйста, там в деле есть в его рапорте время. Назовите это время, пожалуйста. Огласите в суд. Такой подключательный рапорс. Пустили. В дом повторно оглашается рапорт. Указанный гражданин в период времени с 14-0 до 15-20 принял участие в указанной институте. Свидетель собрал уже четвертый раз суд. Вопрос у вас в чем выражается? Почему вы указали неверное время? Указали неверное время. Стоп. Только что, давая показания суду, я за вами записал, вы указали 14-20-15-00. В вашем рапорте указано 14-0-15-20. Ваши показания четвертый раз не находятся. То время достоверно опомните? Мы пора, мы туда запланили все. То есть собрали вы суды сейчас? Я вам сейчас просто шаги. Время вы можете обозначить достоверном, который гражданин в месяц? 14-20-15-00. 14-20-15-00. Он подтверждает свою ложку. Он подтверждает свою ложку, подтворяющую те материалы, которые вам с лярами принесли. Это красиво. Почему ранее указали, что до 15-00-00? Почему ранее указали, что до 15-00-00? Раньше до 15-20. До 15-20. Это мы не ошиблись, потому что мы читаем с 20-20, и ошибся в 15-20-00. Так ошиблись тогда или сейчас? Тогда ошиблись, да? То есть сразу после он был лучше помнен, но ошибся. Прошу свидетелей меня отпускать в зал. Да, у меня к ним вопросов нет. Прошу у меня отпускать. У вас вопросы будут еще свидетелей? Да, еще будут тоже. Так, где вы увидели меня на площади? Во сколько? Ну вот, в 12 часов следует толпы. И получается с 12-ти по вашей версии часов до 14-ти, по вашей версии теперь 20-ти, я все время ходил с рюкзаком-запричанием. Я не все время ходил за вами. Нет, ну вы сказали, до 14-20 у вас с рюкзаком-запричанием был рюкзак. Вы так сказали? Ну что, давай показать? Я когда в момент митинга... В момент митинга? Этот митинг же вы устанавливаете не с 12-го, вы устанавливаете ему с 22-ти, чем с 20-ти. То есть в момент митинга вы видите у меня рюкзак-запричание. Спиншот соответствует тому, что вы сходили на митинги. Покажите еще раз. Да, он полностью. Да. Соответствует. Суд, пожалуйста, посмотрите, найдете ли его там рюкзак. Я же говорил, что потом вы его поставили. Странно, вы сказали, что на митинге я просто выставил. Но потом я выяснил, что на митинге я просто выставил. Я не могу стать рюкзаком-запричанием. Можете сказать точно. А как вы считаете вообще? Это очень небезопасно, наверное, в толпе просто снять и куда-то поставить? Ну, за к толпе... А я объясню, почему он относится. Очень просто. Потому что рюкзак я снял в 12, когда ушел на площадь, и поставил в ту палатку, которая находится от меня меньше, чем в 30 сантиметрах, что выступ на этой фотографии. Прекрасно, видите, они на 30 метрах от нее, я нахожусь как-то, влет, затруднят. Подождите, сейчас еще вспомним, что вы могли еще срывать. Как вы поняли, что битинг вы захочете? Когда толпан начали на расставицу. Стоп. Когда толпа стала расставиться? Привет. Я точно с таким образом. Моя задача была следить за национальность. А, то есть я был ваш личный... личная работа. Хриловый фонд. Так. Использовалась ли... Моя аппаратура в полшине? Нет. Я, по крайней мере, это не был. А вообще, какая там была в сночке на митинге? Ну, на митинге или на бруде сбор подписей, все... Ну, что происходило? Игра или музыка? Да, он не прыгал. Громко ли играл? Достаточно громко. Громко ли вы высказывали слухи? Да. И объясните мне, как вы услышали, что я что-то кричу? Если вы стоите в 30 метрах, нас не меньше 300 человек, мы громко кричим. Как вы поняли, что это делаю именно я? Я вижу прям вот так вот, как вы стоите. Я нахожусь. Хорошо. А что я при этом делал? Ну, вообще стоял. А что еще делал? Ну, то есть большую часть времени, что я делал, когда я стоял? Ну, я не могу читать. Ну, попробуйте вспомнить. Я вам подсказываю звуковосвитительную аппаратуру. Подсказку? Нет, нормально. Я не могу, что я не помню. Здесь и будет у вас еще вопрос. То есть вы не помните того, что я стоял и держал, в принципе, большую часть времени колонну, чтобы вы ее не сперли. Вы и ваши халуи с вами вместе работающие. Не покоряющие. Как вы делаете административный процесс, вам делается повторное замечание. В случае, если вы будете допускать откровение вашего участия в процессе, вы будете удалены в зал судебного связи. Вы участие в процессе не врали в сну? Нет, если он так ничего не помнит, у него больше вопросов нет на этой истории. Но прошло его не отпускать, чтобы он не рассказал, что он не болеет. Свидетельно. Ничего. В зал судебного седания приглашается свидетель Павла. Здравствуйте. Кто вы не проходите, пожалуйста. Вы будете обращены в качестве свидетеля по делам по судебному прошению о нашей неграждении меня в попу. Части 3 ст. 23.34 по административному филосу по судебному правоварушению. Задите сюда вашу фамилию и имя отчество. Ваша фамилия и имя отчество. Павла Фурсомов-Маток. Число месяцев будет вашего рождения. 14.9. Место рождения. В Грёвском. Где проживаете? В Болгар-Минск, в Грёвском, в Сады-Жизи, в Сады-Жизи, в Сады-Жизи. Где работаете и кем? На Монгу, в Адаме, в Грёвском, в Сады-Жизи. Представим вам ваше право на свете стать против самого себя. Ваши риски просто не включают вашей семье. Это ваша обязанность дать полных раздел объяснения по делу. И предупреждаю вас в администрации на ответственности за задачи объяснения по делу. Вам это понятно? Подпишись. Предупреждение администрации на ответственности дали подписку, да? Скажите, пожалуйста, где вы находились 31 мая 2020 года? Я служил по охране общественного порядка на территории Сады-Жизи. Я служил по этому. С кем они служил? Культ. Что они делали в это время? 12 часов мы просили внимание на группу граждан, примерно в количестве 200 человек, которые принимали участие в бою подписи по движению губернатора президента Грёвского. Затем примерно в 14.00 начался митинг, как не относящийся к данному мероприятию, так же без соответствующего разрешения Мингородского полкового. Митинг может подпадеть, что в дежурном выиграл садить кнопку, а так же против действующих в бою. Скажите, пожалуйста, в какое время проходило? Примерно с 14.00 до 15.00 и до 16.00. Где вы сюда же проживаете? Получаться уже там уже вверх разрешен. Скажите, пожалуйста, в заднем саде присутствует гражданин Пленярский, можете проверить. Видели ли вы на указанного гражданина следея, против действующих на Миндии? Да, видно. Скажите, пожалуйста, принимал ли вы на участие? Принимал участие в укреплевом лозунге под партнер-падал. Находился там примерно с 14.00 до 15.00. Еще раз, в какой период времени? 14.00 до 15.00. 14.00 до 15.00. 14.00 до 15.00. Примерно 20.00 до 15.00 метров. Это разный и это разный. С этого расстояния вам было видно, что выкликиваете? Да, было видно. Какие длинные помехи препятствуют, препятствующие обогрению объекта? Ну там находилось многое длинное, но я вижу, конкретное, на то, что вы можете. Приятно, надо выклить, что выклики. Конечно, я буду. Скажите, пожалуйста, какие балладеты? Так же с щаской. Нужно их числить, пожалуйста, по предмету. Чёрная кожаная куфла, серый свитер, чёрные джинсы, чёрный бензин. По вселению, у вас был паркет для угличек, два класса. Что-то ещё добавить хотите? Подумайте, пожалуйста, это важно. Мочки, всё то же, в том же, чем жалко. Ровно вот так вот, именно таким, как сейчас. Ровно таким же. Ровно таким же. В суд я прошу предоставить свидетелю на обозрение скриншот из материала тела, приложенный его коллегами при сборе материала тела, и спросить, что он увидит на этом криншоте. Пускай перечисли. Что на обозрение предоставляется скриншот из материала тела? Ну, только маску на что было? Вопросы со скриншотом, пожалуйста. Почему вы не указали медицинскую маску, очень большую, полностью закрывающую лицо, уходящую, она прижималась, если вам дать внимание, прижимается очками у меня, и она снизу закрывает даже бородку полностью. Почему вы не написали, что я вот так полностью описываю, сказать, вот только как сейчас, и не до вары не принесут. Не до вары не принесут. Не до вары не принесут. Не все, покажи, пожалуйста, еще раз кричу. Но в больших фонах хотелось маски, так поэтому я у вас сейчас на его снимаю. Хорошо. Вы говорите, что вы видели, слышали, что я выкрикиваю указанные лодки. Объясните, каким образом вы это видели, если лицо маской закрывалось почти полностью? А это не на вас? Потому-то я говорю, что я стоял не всегда на расстоянии за тысячи метров к классу, но там ближе они и дальше. Расскажите, во сколько вы стояли, близко, что я делал? Совпадает ли с тем, что вы на скриншоте? То есть вы помните то время, на которое вы на скриншоте ездили? Я конкретно не могу 6 минут нажать. Я вам говорю, что это был период времени с 14 до 15 до 20. Я не мог сейчас 100 минут, ну, по секунду вам сказать, что то время стоит. Я думаю, что 14 до 15 до 20, вы укрепили? Вы укрепили во времени с 14 до 15? Ваш коллега укрепили? Как Вы поняли, что Витинг учился? Это состоялась совершенно отдельная группа граждан, не тех, которые принимали участие в сборе подписи, а это люди, которые уже оставили свои подписи, собрались отдельную группу и начали выхивать в данный уровень. Хорошо, Вы хорошо смотрели скриншот? Скажите, пожалуйста, что там из двух таких полотничь за моей спиной? Прямо у меня за плечом, что это находится? Что у Вас при себе были влаги? Это не факт, именно конструкция стоит за моей спиной. Я почему-то ее называю, что Вы сами помните. Палатка. Правильно, Вы видите скриншот, что я ставлю ряду с этой палаткой. Но скриншот там при этом четко меня вводит. В общем, там видно какого-то синее палатнище, оно серым стало, темно-серым из-за того, что черно-белое палатнище, белый верх палатки. Но видна конец, видна бизнес-столбок. То есть правильно, что я стою рядом с палаткой? Логично? Логично. Логично. Вы видели... Ну, если я там пришел рядом с палаткой... Вот, извините, кого-то не привозил никто. Только что привозили, то и следует. Может, не можем высказывать тебя на конструкции? Вы видели там фокусы еще? Пользовался ли я за конструкцию, аппаратуру? Конечно, если не. Я пользовался бы за конструкцию? Ну, а я там играл немного. Нет, пользовался ли я за конструкцию аппаратуру? Да, пользовался. Пользовался. Ничего. То есть я выступал, получается, по вашему виду? Да. Я выступал. Ответьте, пожалуйста, что предыдущий свидетель сказал, что я не выступал и не использовал запустивающую аппаратуру. Этот свидетель утверждает, что я выступал и использовал. Аппаратура надевается в непосредственной бизнес-ситуах. Правильно. Я даже не отрицаю. Вот там, на скриншоте, я как раз держу вот такую аппаратуру, что ваши коллеги не обижали. Охраняем. Не используем. Используем тот, кто в нее говорит. Вы не надо послужить никого. Вы сейчас откручиваетесь в суде. Вы пытаетесь сдавать должные показания. Не надо вас даже подать. Это нехорошо. Подпись куда дальше. Расскажите, что это обстоятельство, о котором вас держали. Мы вас держали. Изначально мы РЗТ разговаривали у вас на... Требят, которым вы можете, вы нас видели. Мы хотели вас держать. Поехали на микрофонусе. Вы нас видели все эти машины. И в дальнейшем, при поддержке СССР, мы будем его задержать. Где остержали? В стране, в стране, в стране. Где остержали? Конкретно, я не могу назвать, но это... Ну, в улице, в целом. В улице, в целом. В улице. В Багданович? Не в Багдановичах? Ну, в Багдановичах. Где-то недалеко. Где-то недалеко. В Багдановичах. А объясните мне, что значит... Первоначально вы хотели вас задержать... В чём выразить? Нет, нет. В чём выразить? То есть, у вас получается, что я чуть ли не убегаю от вас, с погоней, с какими-то тем самыми... То есть, вы подошли, сказали, что у меня задержатся, я от вас ушёл? Или что? То есть, вы ездите? Вы видели у нас прекрасно? Мы подъехали, получается, в площадь... Да я вас там прекрасно весь день видел. Вы там столчайно, простите? С 12 номеров. Вы нас видели, взяли машину и такси. Что? У вас сколько это было? Время не знаете. Время примерно... 19 часов. 19 часов. Почему вы всё это меня отразили в рапорте? В рапорте? Не в рапорте, кстати. Не в протоколе административного задержания. Ну, мы всё это видели. Давайте огласим протокол административного задержания, которых составлял гражданин Артём Александрович. Как вы сполнили? Он не звалов. Сейчас найдём. Павлов 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 Павлов. Вы просите относить по форму... Да, огласите задержание. Протокол задержания, да? Протокол задержания, да? Протокол задержания. Можно полностью и можно. Хотя бы место и время задержания, которое у вас нет. Протокол обозревается протокол административного задержания. Место фактического задержания оружия 8. Время фактического задержания 15-10. Ваш вопрос, пожалуйста. Но почему вы в протоколе административного задержания, потому что нужно составляться по месту задержания, и указываете не 19-00, а 19-10, и указываете в верах оружия, хотя сами вы узнаёте, что задержание дополнительного удовольствия, кто из завода задерживает, подтверждается. Почему вы никогда не достаете сведения в документе? Это профессиональный документ. Протокол административного задержания. Почему? Если вы так указываете, можно ли мы доверять остальным вашим показаниям? Чего стоят все остальные ваши показания в суде, если вы письменно пишете не то, что было? И сейчас говорите о том, что шикарно было. То есть вы даёте показания, вы удовольствием согласны, в завод согласны, не меры их оружия. Почему? Протоколем стены задержания. Я вам объяснил, что изначально у вас планировали задержания. Вы подошли ко мне? Мы начали процесс задержания. Вы заметили нас издалека. Правильно? Правильно. Да мне вы против были. Понимаете? Вопрос-то сформировались? Нет. Ещё раз. Я пытаюсь спросить, почему человек неверно указан? Так почему неверно? Я ответил вам на ваш вопрос. Ещё раз. Почему? Я не понимаю, почему неверно указали? Можете ответить на вопрос? Какое время было задержано президентом? Нет. Вопрос не в этом. Почему неверно? Почему указано не то, что вы говорите с ЧК? 19,9 вопрос. 19 сколько? 10. Хорошо. Где он задержан? Я вам рассказал, ответить могу. То есть, на Богданович. С помощью машины ГАИ. Даже не отрицают. Но почему вы в протоколе пишите в отношениях? Можете ответить на этот вопрос? Почему в протоколе указано место задержания Харужей ГУДА? Так как мы планировали задержать данного гражданина по адресу РФ 8, он нас заметил и съел машину такси и выехал. Хорошо. Почему вы вместо фактического задержания указываете то, где вы хотели задержать гражданина, а не то, где задержали гражданина? Вот в чем вопрос. Почему вы ему не верно указываете? Вы фактически задержали гражданина на Богдановича. Мы с вами в этом даже сошлись. Но потом вы почему-то взяли и в официальном документе, который идет в суд, в официальный документ, который рассматривает в официальном документе. Почему вы указали на мое место задержания Веры Харужей 8? Можете ответить на это вопрос? Не могу решать. Не можете ответить тогда. Следующий вопрос. Кого вы там видели, кроме меня? Там было много людей. Ну, видели ли вы кого-то еще? Или вам сказали, если мы этим не знаем? Я смотрел, как мы были заданы. То есть у вас было задание какое-то, кстати, связанное? Ну, я не успеваю на руку. Почему? Вы понимаете вопрос в местности? Почему? Человек за мной следит. Несколько часов. Потому что какое возникло у меня подозрение? Подозрение в чем? В том, что выкликивали данные возникли. А, то есть, так заметим, что сейчас клиент говорит, что он свидетельствует, что у него возникло подозрение, а возник свидетельствовал, что это уже было. Или у вас за время с 12 до 2 возникло подозрение, что именно я могу начать кричать? Вопрос. Задайте, пожалуйста. Я правильно понимаю, что у вас возникло... За то время кого за мной наблюдать, у вас возникло подозрение, что я могу совершить продолжение в виде отколоться от стоящей ряда палатки со сборной подписи и начать почему-то выкликивать сто второкан. У вас такое подозрение возникает? Я вам объясняю такое время. Примерно, я вам не говорю, что с 12 часов выкликивали... Нет, подождите, но вы меня видели с 12 часов? Я очень тут 12. Вот, и за 2 часа, то есть с 12 до 2. У вас возникло подозрение, что я приму в нем участие? Правильно? Вам не кажется, что вы находитесь в цирке? Вопрос снимается. Сейчас. Хорошо. Как вы поняли, что митинг закончился? Люди начали... Граждане начали расходить. И сколько осталось для родителей? Примерки? Я не могу подозрение. Ну, примерно. Примерно до пятидесяти человек. До десяти человек? До пятидесяти. Да, я не беру почки, которые стояли для того, чтобы остаться в цирке. Так, вы видели рядом со мной кого-нибудь еще? Ну, из лиц, кого бы вы узнали? Из, может, из ранее привлекавшихся вами? Поддерживающихся? Ну, рядом со мной много людей сидел. Я не могу конкретно... Никого из них вы не помните? Помните только нет. Ну, я говорю, что я обратил внимание на вот какое-то название. А почему именно на меня обратили внимание? Да, еще обратно. Она проснимается, уже задавался свидетель. Очень медаль не совсем такого. Музыка играла? Играла. Все время? Ну, практически все время. Практически все время. Как вы на фоне этой музыки поняли, что кто-то что-то говорит? Я отвечал уже. Нет. Я подходил к вам. Я не всегда находился к вашему большому взгляду. Но я подходил ближе и слышал конкретно эту музыку. Как вы на его уровне? Ну, свидетель влю. Ну, больше у меня к нему вопросов нет. Еще, спасибо. Давайте присидеть. Нет. Ведь вы можете быть свободны и всего доброго. До свидания. Почему? Согласен. 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 Скажите, пожалуйста, где вы находились 31 мая 20-го года? 31 мая 20-го года. Можно в форме словам рассказать? Да, пожалуйста. Согласен. Я находился с 12 часов на площадке около комаров скорбек. Верх и оружия, видимо, 8 не отварил. Я бы хотел отметить, что я находился на пункте сбоя подписей. Кандидатов президента, так сказать, в Республике Беларусь, Ковалькова и Ольга Александровна. Я уже обращал внимание, что если бы мы видели не выгубленный кадр из видеозаписи Ютуба, сфотографированный я в частности в Чернобыле, если бы мы видели полноценные фотоматериалы, мы бы видели, что стоит фактический пикет по сбору подписей за Ковалькова Ольга Трекса. В этом пикете или пункте сбора подписей я с 12-го до 1-0, принимал участие до где-то 6-40, 6-45, 18-45, примерно. Я там точно не скажу. После чего палатка за моей спиной, она видна, на ней я смотрю и виду пока, была демонтирована. На данном мероприятии у меня была техническая функция. Я отвечал за сохранность и работу звукополучивающего устройства, рядом с которой я стою на приложенном устройстве. Я находился там и в то время, о котором говорят свидетельство у сотрудников. «Но я должен сказать, что никакого участия я в каком-либо инсекционировании при этом митинге не принимал. Как я уже обращал внимание на фото, видно, что лицо у меня закрыто масло. И ни с 30 метров, ни в принципе с трех в той толпе, которая там была, она была не 300 человек, она там временами доходила до 1000. Понять без артикуляции, что причит один человек, я бы не смог сказать, кто именно, что выглядит ему в этой толпе. Я не смог и свидетель не принимал. И все противоречия, которые есть в показании свидетелей, которые нам установлены в суде, они свидетельствуют о том, что свидетель толком этого сделать не могли. Свидетели врут. Это маска. Вот. Во всякий случай. Покажу всю эту музыку. Совершенным образом, если ее соответствующим образом, как и на фото расправить, не позволяет установить кричи человек или спокойным тоном говорить товарищу, слушай, посмотри, пожалуйста, за колонкой, чтобы ее какой-нибудь в погонах или в сторонах не свернул, не ударил, не разбил. Это произошло. Это произошло. Это произошло. И ты можешь совершенно спокойно говорить, что, ой, смотри, пришли сотрудники милиции, вот там, кстати, это самое. Надо держаться за колонкой как можно сильнее, чтобы на всякий случай сотрудники милиции, форменные или бесформенные, вот как те, которые здесь свидетельствуют, не разбили эту колонку, не увезли ее, не совершили нападение, не нарушили правду. И понять, что я делаю именно это, а не еще какой-нибудь лозунг. Тем более, что лозунг позор, там действительно, возможно, кто-то кричал. Потому что действия милиции, которые мы видим на кухне, ну, они вызывали толпы напряжения. Но я этого не кричал. Вот это уже совершенно точно. И у меня, говорит, было там занятие, которым я занимался. Занимался им фактически полный рабочий день. С двенадцати делал почти 7 часов. И мне было не до того, чтобы просто где-то что-то выгриппеть. Один сотрудник вообще показал, что эти маски на мне не будут. Второй сотрудник. Это маска вспомнил, поскольку мы его показали. Ну, видите, честно говоря, мне кажется, что это расходится с теми показаниями, которые они дали в первом начале. Они путаются во времени. Сотрудник первый так и настоял о том, что правило так, как он сейчас обращает, а не как написано в рапорте. Сотрудник второй сказал правильно, как в рапорте. Правда, он сразу повторял то, что в рапорте. Но, тем не менее, показания противоречат. Сотрудник не сумел объяснить, почему он в процессуальном документе, в котором отображается задержание человека, ставит в то место, где он хотел бы этого человека задержать, указывая его, как фактически, место задержания. Это грубое нарушение. Ну, как если бы я сказал, что я хотел бы сказать, что я был не там, а был в том месте, где я хотел бы. Например, дома сидел бы за компьютером. Примерно одно и то же. Есть адрес. Есть четкое представление, где что происходит. Тем более, сотрудник знает, где что происходило. Он же не говорит «нет, не это». Я, так, еще раз обращаю внимание, что я находился на пункте сбора подписей Ковальковой и Ольги Александровны. Все происходило в легальном политическом поле. Рядом с тобой я никакого особого митинга в этот период не видел. Да, играла музыка. Да, людей призывали подходить и подписываться. Кстати, призывали подписываться не только за Ковалькову, там призывали подписываться за всех кандидатов. Я видел пикеты Цыпкала, Валерия Светланы Тихановской, господина Бабарика, господина Дмитриева, а, Николая Козлова пикетов. Там было множество пикетов. Некоторые из них находились вот вообще вот так вот. Я стою рядом с палаткой, в которой берутся подписи. И если бы были сами, ну как бы нормальные видеокадры, фотокадры, это было бы видно, где я стою. Опять-таки, почему я обращался по футу рюкзака? Рюкзак находился в этой палатке, с которой я стою все время, с 12 часов, пока я не одел его на плечо, чтобы выходить в 18.45. Правонарушение мною никакого не совершалось. Следуя об этом. Да, я не состою в инициативной зубе Кавальковой, но я и не выполнял того, что как бы должен выполнять член этого своего выпуска удостоверения. Я не собирал подписи. Я отвечал за техническую часть, чтобы функционировало оборудование, чтобы людям в очереди, где за день побывало больше 5 тысяч человек, единовременно, а не те 300, которые тут даются показания, чтобы людям было не так скучно, чтобы к ним можно было обращаться, чтобы можно было дисциплилироваться. То есть я, в принципе, выполнял абсолютно позитивную функцию, хотя я отвечал только за ее техническую часть, лично через аппаратуру я не пользовался, хотя здесь сотрудник говорит, что пользовался. Да, он потом начинает выкручиваться, после моих уже сказанных слов, но это же называется выкручиваться, то есть не называется давать серьезные показания в каком-нибудь там, сколько угодно, не том сути, пускай даже. Так, я бы еще раз хотел обратить внимание на тех свидетелях, о которых я говорил. Два из них, Денисов Баланович присутствует на фото, и Леонид Кулаков. Денисов Баланович, видимо, еще здесь вряд ли его вызовет. Кулаков я уже указал, как его найти. Они могут дать прояснения, которые покажут, что сотрудники милиции безбожно врут, что мы, впрочем, и так видим по всем озвученным мисхождению. Мы можем, я также прогласил о вызове Войнича. Войнич может показать, как на самом деле происходил нашу госплощадь, задержание. На всякий случай обращаю внимание, что колонка очень тяжелая, ее нормально могут внести только два человека, в принципе. Она большая, большая черная колонка, там ее угол, в принципе, видит сопоставимый размер на фото, которые привозили сотрудники. И мы спокойно идем, мы вначале снимаем флаги с палатки, демонтируем палатку, разбираем. Разбираем свои вещи, которые лежали в палатке, в том числе рюкзак. Потом берем эту колонку, снимаем ее, и медленно идем к ранее вызванному такси. Неужели это похоже на описыванные сотрудниками события? Они побежали, они сели, и только ГАИ сумела нас спасти. Сотрудники 333 раза. Молодые люди, здравствуйте. ГУВД Миргосполкома, как это положено? У нас есть подтверждение, что мы нарушили закон. После факта, как начали административный процесс, давайте сядем в машину. И я, разверяю, при наличии там, ПС, людей, все прочее, никто даже не продумывал. Оказывается, какого-то там поведение, еще чего-то. Совершенно спокойно, если бы было законное требование сотрудников милиции, на это законное требование было бы реакцией. Да, они бы спросили, какое правонарушение, почему именно нас считают всему виновными. Но если бы было законное требование проследовать, если бы задержание происходило так, как оно должно происходить в цивилизованной стране, органам правопорядка, а не беспредельщиками бандитами. Так вот, в этом случае задержание произошло бы действительно в том месте, которое указано в протоколе, в прошении России. Но вместо этого сотрудники тихарились по углам, бегали на большом расстоянии, ничего видеть, ничего слышать. Они могли слышать человека, который поднес к руку, как ту микрофон. Вот его они могли слышать, что это будет именно он. Дальше в толпе понять, кто что говорит, Вы сейчас эти митинги не принимали? Еще раз говорю. Технически обеспечивая пункт сбора в офисе. Митинга никакого отношения. Митинга как такового. Митинга, по-моему, хорошей осенью. Вы видели? Нет. Для меня все было одинаково. С двенадцати десяти. Я подъехал, там уже стоял. Отличные были лозунги, которые указаны в протоколе? Еще раз говорю. Я с двенадцати часов десяти минут где-то и до самого окончания нашего присутствия в 18.45 и 17.50 я занимался коронкой. Я подъехал один раз с месяц. А его отношения каким-то образом высказывали по факту задержания благотехоноскопа? Нет, потому что это отношение вполне понятно. Зачем высказывать то, что и так всем понятно? У меня была техническая работа. В чем конкретно выражалась Ваша функция по обеспечению сохранности и работе? Не дать людям без формы или формы напасть на колонку незаконно произвести с ней какие-либо действия. То есть, отгоняешь? Я обеспечивал, чтобы в нее шла музыка совместующим образом, имеющихся у меня USB-носителя. И совершенным образом не принимал участия ни в чем, что даже может быть похожее. Я даже объявление через эту колонку не делал. Я микрофон не делал. На каком расстоянии я работаю, если вы находились? Вот это за мной стоит, из двух полотнищ, видная палатка. Я находился от нее меньше метра. Меньше метра, меньше тридцати сантиметров. У меня бы не лежал мой рюкзак с планшетом, с другими вещами. Я находился именно там, где показывают склиншот. Рядом складкой скорой корпуса. Я туда ушел один раз за все время. Не могу точно вам показать. Период, наверное, где-то с четырех тридцати до четырех сорока, когда я на десять минут отошел в тех раз чики, находящийся на этой же площади, съесть один бургер. Потому что с утра даже не завтра. Вот. Кроме этого периода я все время доходился, преимущества, которые я отвечал. Я бы хотел обратиться с тем, что без, как я уже когда-то истинул, расследования иных материалов, которые орган ведущий административный процесс не собрал, мы не можем полноценно вынести решение о том, что там происходило. Без свидетельства, ну, свидетелей, которые ни в чем не заинтересованы, а я обращаю внимание на слова сотрудника, первого, который давал показания. Он сказал, нашей работой, моей работой были вы на меня. Он это в суде сказал. Я обращаю внимание на слова. Значит, он уже был в чем-то внецовом. Значит, кто-то отдал ему приказ. Да, суд снял эти вопросы. Но кто-то же отдал ему приказ смотреть именно за мной. Второй клон рассказывал тут про то, что вот совершенно случайно он решил, что именно я могу вдруг начать вот два часа, потому что все нормально, а потом начну совершать административное правонарушение. Не сойдя с этого места, не перейдя никуда в другое место, не начав делать ничего другого, я вдруг начну совершать административное правонарушение. Который я почему-то потом в 15-20 закончу, самое интересное. Ну, представим себе, что да, я вот такой плохой вдруг решил и начал бы. С чего бы в 15-20 я как-то перестал. Но давайте хоть чуть-чуть логику включать. Если бы я уже это делал, то делал бы я это. Ну, простите, до 17-40, пока бы не начали собирать палатку. Что же мне тогда уже останавливаться там в 15-20? Там людей меньше становилось последние полчаса. Понимаете, все остальное время там людей, кто у тебя нарастал. Там очередь на кульман загибалась, желающих подписаться. И да, не все подписавшиеся с кругом уходили. Кто-то оставался на этой площади, кто-то шел на рыбе. Кому-то было интересно с кем-то поговорить. Люди общались между собой. Митинга как такового не было. Участие я ни в чем не принимал. Похоже на риски не принимал. Понятно. Но у меня есть еще заявление для суда и суда. Я еще раз обращаю внимание, что для соблюдения права на защиту необходимы свидетели, необходимы вещественные доказательства, поскольку этот спиншот в пользу сотрудников милиции и их версий. Без этого рассмотрение будет неполным. Но в случае, если суд за счет возможно, все эти контакты отклонить, я обращаю внимание, что на моем преждеведении учения находится мать пенсионерка. 76 лет. Который необходим. Присмотр. Она не может сейчас в связи с пандемией, даже в этих магазинах сама. Мать же совместно проживает? Я ее снабжаю. Ее больше нету возглажать. Я не поживаю с ней совместно. Мне нужно выходить время от времени на улицу. Осуществляйте вопрос или нету? Да. Я осуществляю за ней уход. И больше его осуществлять не надо. И, собственно говоря, если суд будет наносить решение об аресте, например, в министеративе, то тем самым он подвергает моему мать опасность. При этом, при минимуме, он заставит пенсионерку старую ходить самому, например, даже просто в мегаизли. Что крайне небезопасно. И я должен отметить, что суд должен понимать, что сотрудники милиции, органы ведущего армиистративного процесса, манипулируют в данный момент судом. Они делают это не первый раз. Но, если суд вызвали заветные правосудные решения, то отвечать за них уже будут не только сотрудники, они за все ответят. Мы с них обязательно спросим. За это будет сотрудничать и суд. И тот, который был судья, который вынес решение, облегшее за собой, что не повречет, может быть, я лично не буду, что это делать, но повречет. Судья, судья по правде, мы будем находить. Может быть, это обсуждение. Продолжение остается вопроса о необходимости под вызовом судебного заседания заявленных к лицам выдашения, которые связаны с точки зрения процесса следития и стремление видеозаписов. Поддерживаются данные ходатайства? Конечно. Да, я объявляю еще раз вопрос суду, а именно вам, по иным причинам, которые возражаются. Потому что я вижу, что вы не объективно рассматриваете мое дело, не принимаете моих от дайства, отводите их, не желаете фиксировать ложь сотрудников, даже ту ложь и нисхождение, которые они демонстрируют в суде. Он даже еще объявлял на код. Созляйте. Да, разрешил. Сходите. Прошу всех. В отворе судебного дела, в обнижении, в обнижении ст. 223.34, кодекс. 323.33, по отношению его установил. В отношении в Венерском идет административный процесс. На знание протокола, в обнижении, в обнижении, в обнижении ст. 223.34, кодекс. 323.33, по отношению судебного заседания по настоящее дело 1 июня 2014 года в отношении которого ведется административный процесс с Виннярским, заявлено о том судьи гостями. Мотивы делаются в отношении судьи права муфитов, вручную отклонение к владельцу Виннярскому вузове и отбросить свидетелей, а также с требованиями видеозаписи событий, описанных под таком для административного права вооружения. В соответствии с честью первой статьи 5.1, в основном субботу с республикой административного решения, судья должна осмотреть фору ведущего административного процесса для бюджета к владельцу, в рассествовании участвований в одном же деле, в качестве потерпевшего илиรисом отобновления故ut в отношении которого ведется административный процесс, представитель или законного представителя. Потерпевшую законonce clients clients感謝, которого ведется административный процесс, а также защитника, свидетеля, эксперта, специалисты Городчика, если они являются волш Antisk求 Yuk abbiamo представителей, или он представитель, если они имеются номер, что считаю ещё сценарий экматич 뭐 как что, они лично прямо или после заинтересованы по исходе данного дела, в качестве отношений McDonald's Athletics, dotted bas Desert District Prestidic, Судья Костяна подходит. 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 Судья Костяна подходит.